следующий момент следующий раздел который нас интересует это преобразование наших текстовых слоев возвращаемся в after effects и смотрим что же мы можем сделать с нашим текстовым слоем на самом деле здесь не так много информации как хотелось бы просто потому что функционал after effects довольно сильно ограничен в этом вопросе что мы можем вообще сделать из текстового слоя по сути мы из текстового слоя можем сделать только две вещи это shape и это маску давайте начнем с маски давайте разберемся сразу шрифт пожирнее и так мы выбираем наш с вами текстовый слой правой кнопкой create вы видите что у нас есть create shapes from text и create shapes from и create прошу обращения маск from text пока это единственное что нам доступно в текстовом слой создан с помощью after effects выбираем create shapes from text и наш с вами after effects создал нам непосредственно шейповый слой на основе текста плюс ко всему как вы можете заметить текстовый слой сразу выключился то есть он сразу же и теперь у нас есть полностью по буквы на разбитый шейповый объект которым мы уже можем применять наши с вами модификаторы которым мы можем применять наши с вами аниматоры и уже работать непосредственно как с полноценным шейпом на что хотелось бы сразу обратить внимание что хотелось бы сказать так это то что по сути этот способ работы по сути убивает всю сущность текста просто потому что мы не можем сейчас с вами поменять слово в чем проблема в том что after effects нам сгенерировал из нашего шейп из нашего текстового слоя обычный шейп обычную фигуру и мы не можем по сути сейчас не как уже поменять символы поменять вот эту надпись after effects на какую-то другую и это конечно очень сильно нам мешает поэтому при экспорте текста стоит быть очень внимательным вы должны быть на сто процентов уверены что вы не будете так скажем больше менять эту фразу и только тогда вы можете это все дело экспортировать но никак иначе точно такая же история давайте удалим правой кнопкой create mask from text то же самое только в виде масок что сделал after effects after effects создал нам обычный solid и обвел на маски в виде букв то есть теперь если мы зайдем отсюда в параметры мы увидим что у нас огромное количество масок в режиме наложения difference огромное количество масок под каждую из букв мы теперь можем анимировать каждый параметр маски отдельно в чем опять же минус минус как обычно в том что мы не можем поменять начертание текста то есть все наш текст по сути уже не имеет форму текста не имеет свойств текст вообще никаких он имеет только лишь свойства масок это первый момент второй момент проблема в том что мы не можем с вами по сути если мы хотя бы импортировали если мы экспортнули в шейп и то мы можем с вами анимировать позиция анимировать rotation и все это дело отслеживать но к сожалению мы не можем в масках это отслеживать потому что как вы знаете mask pass он нам позволяет анимировать но он не записывает нам нигде наши с вами значения то есть значения по сути не записывает но в отличие от шейпа у нас здесь есть такие параметры как физер дополнительно буквы наши с вами размывать по краям здесь дополнительно экспансию которые якобы призваны упростить нашу с вами работу упростить нашу с вами так скажем рабочий процесс и упростить в целом нашу жизнь но мой вам совет и вообще мое мнение по этому поводу что я считаю нужно я придерживаюсь следующей позиции экспортировать текст в маске это самое наверное провальное что вообще можно могло случиться с нами сегодня потому что мы по сути не имеем никаких маневров мы не имеем контроля мы не имеем вообще ничего поэтому экспортировать текст в маске это бред откровенный бред если кто-нибудь из вас когда-нибудь мне покажет случай когда нужен именно экспорт текста в маске они в шейпы я просто встану и стоя поаплодируя пока мы нажимаем с вами бэкспейс или делит на винде и забиваем если мы хотим с вами экспортировать экспортируем в шейпы почему давайте определимся еще раз create shapes from text итак определяемся во-первых у нас каждая буква это отдельный шейп во-первых он того же цвета начнем с этого давайте сдвинем если мы сделаем create masks то after effects нам создает по сути белый solid и в нем вырезает наши маски форме букв по факту у нас ничего хорошего из этого не происходит во-первых в чем плюс экспортов шейп цвет он хотя бы не ломается если у вас какой-то настроенный цвет какой-то нужный вам цветовой код то вам не придется переделывать это завода многие из вас скажут ну а чего сложно взять вот так вот фил и применить и уже поставить да это ничего сложного все хорошо принимается но зачем делать лишнее тело движения когда after effect все это делает за тебя далее следующий плюс следующий плюс в том что у нас есть с вами данные то есть мы можем наши данные все таки записывать это очень важный момент то есть у нас есть с вами пути у нас есть с вами параметр transform у каждого символа у каждой буквы сейчас отдельно в котором есть у нас анкро-поинт позиция скейл скил скил аксис ротейшн и опасити то есть у нас получается с вами два четыре шесть семь параметров которые мы можем отслеживать которые мы можем записывать вместо пресловутый маск пас которая просто-напросто что-то там абстрактное нам показывать что-то там абстрактное нам делает что она в принципе не годится мы с вами не хотим с этим жить мы с вами не хотим с этим работать это не круто для нас далее в чем следующий понт так скажем или плюс кому угодно в том что наши символы по сути теперь независимые у каждой из букв есть отдельный фил который мы можем настраивать отдельно отдельный строк с отдельной жирностью с отдельными всеми параметрами и так далее то есть теперь наша каждая буква это бывает всякая наша с вами каждая буква это отдельный шейп который позволяет нам работать и модифицировать все это дело именно с точки зрения независимого объекта поэтому сегодня когда мы будем проводить аниматор мы с вами поймем в чем так скажем излишнее удобство именно шейпа как отдельного слоя следующий момент в том что по сути мы с вами можем анимировать каждую букву отдельно как это делается мы допустим здесь берем скилл далее заходим в следующий символ где берем опасите заходим следующий силу и так далее мы можем с вами анимировать все что угодно здесь rotation по стена пусть то есть вы видите что у нас теперь каждый символ анимирован отдельно каждый символ анимирован уникально и это опять же огромное удобство для нас с вами как для людей которые непосредственно делают анимацию по моему откровенно говоря это вин но проблема в том что все таки мы не можем сами вот ну ну чё хотите не можем с вами изменить текст поэтому прежде чем мы с вами экспортируем в текстовый слой все это дело именно текст в шейпы мы с вами должны быть готовыми к тому что текст поменять мы никак не сможем поэтому поэтому во первых мы всегда оставляем backup все этот слой мы никогда не удаляем но всякий случай у нас всегда есть слой с бэкапом мало ли что это первый момент второй момент мы с вами всегда должны понимать что есть ряд параметров из которых мы можем выкрутиться не экспортируя вообще ничего смотрите есть одно отличие которое казалось бы именно в параметре маска будет плюсом это параметра физик там мы можем каждую из букв размыливать разблю ревать по краям это наверное единственный случай когда маска выигрывает у текста почему потому что да мы можем с вами на текст просто накинуть блюр следующим образом на шейп именно но мы не можем с вами этот блюр ограничить всего лишь одним символом одной буквой то есть вот это именно тот момент когда экспорт в маске оправдывает себя относительно экспорта в шейп и если нам надо определенные символы из нашего текста разблюрить то есть давайте им немножко размытости физер кому как удобнее называть то мы должны экспортировать это все дело в маске потому что здесь у каждой буквы есть отдельный физер вместо простого блюра на весь слой непосредственно шейпа то есть один плющик то мы с вами все-таки нашли один плюсик все-таки дополнить далее параметром маска expansion позволяет нам уже как мы говорили в предыдущем классе все что позволяет нам параметром маска маска expansion он позволяет нам добавить или срезать некоторые пиксели у нашей маски то есть казалось бы это тоже мы сделать не можем на первоначальный это взгляд в шейпах но выключим здесь блюр здесь нам на помощь уже приходят непосредственно модификатор то есть забегая немного вперед есть такой модификатор называется offset pass с помощью которого мы можем добавить или срезать определенные пиксели точно так же как у маска expansion плюс ко всему точно так же мы можем все это дело анимировать то есть вы понимаете очень просто очень эффективно и offset pass нам позволяет именно заменить параметром маска слоя с маской поэтому давайте для себя отметим что же нам дает экспорт текстового слоя в маске и в шейпы экспорт в маске дает нам с позитивной точки зрения возможность накладывать размытия через физер на каждый из символов все с негативной точки зрения этот этот способ нам убирают возможность изменять начертания символов изменять так называемый source текст изменять сами символы далее что нам дает параметр экспорта в шейпы с позитивной точки зрения с позитивной точки зрения он нам дает возможность применять все модификаторы которые есть у шейповых слоев непосредственно к тексту с негативной точки зрения опять же убирает нам возможность изменять начертания текста но при этом мы теперь можем управлять каждым символом отдельно мы можем анимировать конкретный символ также мы можем менять форму у этих символов давайте еще раз create shapes from текст то есть теперь ну здесь собственно как и с маской то есть маска тоже нам позволяет это делать но мы рассмотрим на примере шейпа то есть мы можем анимировать параметр пас то есть параметр путь тот параметр который отвечает за форму и путем допустим некоторые перестановки точек мы можем сделать какую-то подобную анимацию соответственно также с помощью этой же техники можно сделать следующий момент возьмем к примеру букву т выберем у нее пас и сделаем следующее мы просто все точки совместим соединим в одну и теперь смотрите что у нас происходит наша буква т анимируется вот этим способом также если мы продублируем текст немножко сдвинем по таймлайну перекрасим допустим в розовый далее продублируем еще немножко сдвинем перекрасим в оранжевый то у нас с вами получается можно еще немного раздвинуть чтобы было более наглядно то есть конкретно на букву т если смотреть то у нас получается с вами подобная история подобная анимация то есть по сути мы с вами анимировали один раз маску три раза продублировали и получили три разные анимации маски поэтому вот такие моменты позволяют нам делать непосредственно экспорт в шейпы и экспорт в маске так да так далее так далее так далее